Мы видим то, что очень много проектов появляется в области непосредственно IT, направленных на, скажем так, повышение некой эффективности, прозрачности сельскохозяйственного бизнеса. Также много проектов, которые связаны непосредственно с робототехникой и искусственным интеллектом. Безусловно, за этим есть направление, но не так просто, как все это кажется на первый взгляд. Ведь в чем, собственно говоря, проблема с внедрением всех этих технологий и идей, которые возникают? Когда стартапы, которых достаточно много, вот если в прошлом году их было буквально на этом же мероприятии, их было, наверное, меньше десятка, то в течение года их много появлялось. И сейчас мы видим, что достаточно много участников, которые делают и так называемый фарм-менеджмент-систем, и скаутинг, и ребята еще работают над телематикой, над другими различными направлениями, которые позволяют улучшить, по сути, контроль. Когда эти вещи пытаются внедрить и пойти к фермерам, и приходят к инвесторам, рассказывают, вот мы сейчас фермерам будем продавать по доллару за гектар. Но это не работает. Это не работает, за исключением единичных случаев. Они приходят к фермерам, и фермеры говорят, слушайте, какие технологии, какие дроны. Слушайте, нам негде взять денег, потом некуда за это все дело продать. А потом уже приходить и будем разговаривать про технологии. Единственным платежеспособным контрагентом, который может это все купить и способный за это реально платить, это являются в основном крупные и средние сельхозтоваропроизводители. Ключевая проблема, на самом деле, это борьба с воровством, борьба с нецелевой тратой, планированием, бюджетированием, контроль, отсутствие кадров, которые могут это, а, имплементировать, и, б, потом это вести. И самое главное, это саботаж. А стартапы идут и предлагают, идут к акционеру, идут к лицам, принимающим решения, говорят, ой, как здорово, смотрите, как красиво. Лица, принимающие решения, говорят, здорово, я как раз это и хотел, вперед, начинаем делать. И здесь возникает момент, идет инструкция сверху вниз, говорит, давай все внедряем. Человек, который ответственный за внедрение, он говорит, есть, разрешите приступить, да, пошли. В ответ получаем. И, как следствие, все утыкается в то, что люди, которые находятся не только внизу и наверху, они абсолютно не хотят прозрачности. Они не хотят видеть, не хотят менять того, что происходит. И получается, что проект, который приходит, предлагает свои услуги, он сталкнется ни с непониманием, ни с нежеланием. В результате, по прошествии определенного периода времени, ничего не получается. Лицо, принимающий решение, говорит, что вы мне за ерунду здесь продали, и у вас ничего не работает, вообще вы ничего не понимаете. Потребность сельхозтоваропроизводителя стоит сравнить с пирамидой масла, которая означает о том, что прежде человек приступает к самореализации, ему нужно решить свои базовые потребности физиологические, где взять еду, обеспечить безопасность, потом любовь, благосостояние и самореализация. Вот здесь то же самое. Прежде чем пойти наверх, нам нужно сначала обеспечить финансирование, потом понять, что у нас обеспечены продажи, и потом мы начинаем, собственно говоря, внедрять технологии. Вот эти первые два этапа, они у холдинговых больших предприятий более-менее решены. И там, собственно говоря, возникает вопрос, как начать это все внедрять. И внедряя элементы точного земледелия, там дроны, спутниковые снимки, NDA, еще что-то, как правильно Роман сказал, ну получили, облетели, с игрушкой, с дронами поиграли, положили в сторону, дальше что с этим делать. Вся экономия у людей, у компаний, которые хотят платить, она лежит в учете и в контроле за расходованием средств. Это в первую очередь, что показывает эффект и за что они готовы платить. В первой сессии вы видели, что все презентации, которые были, по сути, они сводились к одному. Первое, самое важное, это все этапы должны пройти по определенному, по очереди, да, и не перепрыгивая. Первое, это полнейшая инвентаризация. Это значит, это поля, трактора, машины, оборудование, все, что есть, там дома, здания, дороги. Все это должно находиться в ГИС-системе. И в зависимости от размера, этих можно где-то совмещать, но нельзя перепрыгнуть. То есть, если это крупное предприятие, то не исключено, что первый уровень вообще будет целый год реализовываться. Только там процентов 20, наверное, денег сэкономят. А потом, когда заставляют, значит, вносить данные, когда мы начинаем собирать, мы видели у ребят, вносить операции по полю, значит, собирать данные спутников, начинают элементарно, дефектные ведомости начинают корректно записывать. И все становится прозрачно абсолютно, это еще минус 20%. После этого можно плавно переходить к планированию, обеспечению своевременных ресурсов, потому что всегда, если что-то не хватает, то всегда у работников будет отмазка о том, что у нас же не было, у нас не выросло. Ну, погода не удалась, то у нас техники вовремя не посеяли, вовремя не убрали. Потом только мы можем приступать к инфраструктуре, это техника с дифференцированным внесением, сенсоры погодные, оборудование и так далее. И только после этого, когда люди уже более-менее обучились, с ними можно заниматься уже серьезными вещами, связанными уже с настройкой. Это как создание фигуры, прежде чем вырезать ресницы, мы должны, собственно говоря, хотя бы контуры придать, обрезать те вещи, которые нам не нужны. И это взгляд такой, не то чтобы со стороны, а альтернативный взгляд на то, что может быть интересно. То есть основная вещь о том, что это где взять с фермером деньги. Так вот, не исключено, что потенциально, как мы делаем определенную гипотезу о том, что потенциально может быть именно стартап интересный, который обеспечивает финансирование фермерам тем капиталом, который свободно гуляет на рынке. Это могут быть либо крупные фонды, либо частные инвесторы, различные источники для того, чтобы можно было инвестировать фермерам и в обратку получать либо готовую продукцию, либо в зависимости от схемы сделки. И вторая вещь связана – это образование и гемификация. Что это такое? В процессе трансформации, безусловно, меняется полностью менеджмент в крупном холдинге. Все вылезает наружу, и люди уходят. Если человек занимался непрофильными вещами, то люди начинают уходить. И здесь уже нужен подход к изменению менеджмента этими людьми. И не исключено, что здесь нужно прибегать к новым методологиям, к обучению этих людей, потому что, как мы уже во второй сессии, недавим сказали о том, что кадров нету, никого нет. Значит, берем молодых и начинаем воспитывать. Старых не увольняем, ставим рядом с ним и начинаем его воспитывать и обучать. Не исключено, что это могут быть определенные программы, которые в онлайн-режиме постоянно его обучают и увеличивают его компетенции в этом направлении. И гемификация – это тренд во многих направлениях, в том числе в рознице идет, когда управляют менеджерами. Это медальки, погоны, дослуживаются, и здесь карьерная лестница, стимулирующая премии и так далее. В зависимости от того, как человек выполняет протоколы, инструкции и то, что ему предписано в работе. И этот спрос, который реально трансформирует всю производственную деятельность крупных предприятий, которые готовы за это платить, готовы платить за эффект. Здесь приблизительно я прикинул о том, что финансирование – это инвестор, который по различным схемам может вкладывать средства в фермера, либо исполнителя, который пользуется, либо зарабатывает авторитет, и который, собственно говоря, осуществляет управление непосредственно на местах. Текущие уже технологии позволяют не то, что оцифровать, а практически оцифровать все. В данном случае это вполне реально представить вообще в форме виртуальной реальности. Это не тот вариант, когда мы говорим «ферма онлайн», то, что была игра, теперь давайте все это дистанционно управлять. Нет, это не получится, либо это возможно, но на очень мелких масштабах. Мы видим достаточно большое количество стартапов, которые, честно говоря, особо не преуспевают. В данном же случае это основываясь на FMS, то есть Farm Management Software, который этот же фермер образованный, который смышленный, может быть даже молодой, который управляет и сам организует для инвесторов и полную отчетность в онлайне все, что происходит на предприятии. И фермеру это выгодно, он не вкладывает свои деньги, он практически не рискует, он только выполняет то, что предписано инструкциям. Люди, которые инвестируют, они видят это полностью онлайн, отрисовать модели тракторов, достаточно просто их не так… Тем более уже отрисовано, просто цепляемо они работают. И геймификация, как я уже отметил, да, это награды, это сертификаты, курсы и постоянный-постоянный мониторинг того, что человек ходит и каждый день учится. И вот есть такая программа, по-моему, слева вверху, называется Duolingo. Это ведущий, наверное, самый большой в мире программное обеспечение популярное по иностранным языкам. Так они там каждый день просто долбают человека, пока тот не выполнит все задания, не решит все проблемы. Роман, а это не похоже, например, на самолет, вот тренировка, да, посадить самолет там, как управлять, дремаера или как так? Абсолютно верно, я вас больше… Ну, это не совсем, но… Ну, похоже, это об этом. Это близко к этому, более тяжелая модификация подразумевает после управления игрушки из области, а что было бы, если бы я вовремя внес удобрения, а что было бы, если бы я вовремя это вложил. И определенные модели того, что может происходить, да, вот мы идем, работаем, выполняем те рекомендации, а если бы вы исследовали системе, да, вот она могла бы быть такой, ну, это там… Ну, есть же такие симуляторы фермы там и так далее. О чем речь, я и говорю о том, что есть симуляторы, которые представляют собой игру, я говорю про реальные, полностью отражение того, что происходит. Это надстройка, как говорится, уже над… Симуляторы совсем, да, упрощенное сельское хозяйство. Здесь я что хотел отметить, таблица для дискуссии, может быть, если… Цифровизация АПК, все думают о том, что это приведет к сокращению рабочих мест, и люди там все уедут из деревни в город, и вообще там никого не останется, полтора человека. На самом деле, есть, ну, мое личное убеждение, что как раз-таки процесс будет обратным. Чем больше человек единолично, либо там в малом количестве сможет контролировать и организовывать производство, тем больше люди будут, наоборот, уезжать в деревню. Они будут иметь свои 500-100 гектар, которые они могут обрабатывать с группы роботов, ни от кого не завися, и будут выполнять производство базового сырья наиболее эффективно, лучше, чем холдинги. С учетом того, что холдинги еще будут зажимать тех людей, которые работают, людям будет проще работать самостоятельно. И опасаясь… Люди, скажем так, в дискуссии коллеги опасаются о том, что это там как-то плохо повлияет на холдинги. С моей точки зрения, наоборот, это повлияет на то, что холдинги начнут базовые вещи отдавать, спускать вниз и расти за счет переработки, за счет оффтейка и работы на более верхнем уровне, связанной с логистикой, переработкой, либо дальнейшей продажей. К примеру, вот Мираторг уже начал активно уходить от собственного выращивания. То есть он начинает просто размещать у фермеров. Плюс еще, кто-то еще из товарищей это делает в области другого производства. С фруктом может быть не так, но в целом это будет уходить именно в базовое производство. Наоборот, количество фермеров будет увеличиваться. Продолжение следует...